Все время пытаемся объяснить то, что думает правительство. У меня такое впечатление, что правительство вообще уже ни о чем не думает, кроме одного. Повысить себе зарплату. Но 6 лет идет стагнация. Это говорит только об одном. Нужен какой-то, как говорил президент, прорыв. А про прорыв никто ничего не говорит и куда рвется неизвестно. Эти национальные проекты, о которых мы говорили, они же профинансированы меньше, чем на 50% в этом году. Ну какой может быть прорыв, когда сначала написали программу, проекты, национальные, сказали, вот мы движемся туда. А потом просто не дали денег на финансирование. Или дали эти деньги, но не освоили их. Или освоили, но украли. Какой смысл-то в этом во всем. И поэтому надо, еще раз могу сказать, это надо менять правительство. Надо менять вообще подходы. Надо деньги вкладывать не в олигархах, а в чиновников, а в людей. Надо повышать пенсии, надо снижать налоги для тех, кто работает. Повышать для тех, кто не работает. Надо распределять деньги не в одну Москву, а во все регионы. Чтобы в регионах началась какая-то жизнь. Потому что все же умирает именно там, в регионах. И поэтому, я, кстати, ехал сюда, прочел. Представляете, на оборонных заводах в Приморье начинаются забастовки. Почему? Потому что им давали деньги, а потом раз и перестали давать. И пришлось руководству начинать сокращение людей. Но зачем же сокращать, чтобы потом опять набирать? Это же очень нехорошая вещь. Поэтому прорывы должны быть везде. Они конкретно в Белом доме, они там себе зарплату повысили, у них прорыв. А именно конкретно везде, на всех территориях Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин